Всем привет! Сегодня вы не услышите сухой инфы про видеокарты и тому подобное, я просто поделюсь впечатлениями от данной видеокарты, видео с подробным обзором и тестированием которые будут в ближайшее будущее. Сначала небольшая предыстория. Я всегда отдавал предпочтение продукции компании ASUS, но я с этим завязал. Завязал потому, что сейчас ASUS сильно скурвился, качество продукции упало, а контроль этого качества еще больше. Про скандал с материнками ASUS, в которых часто не работают оверклокерские режимы, за которые люди переплачивают по 200-300 баксов, это вообще нонсенс. Но несмотря на то, что у материнок ASUS есть проблемы, видеокарты у них всегда оставались крутыми. Так вот, после покупки ASUS GTX 1080 ROG Strix OC, под радиатором которой я обнаружил мусор, а на своих оверклокерских частотах она просто не работала, я завязал и с видеокартами от компании ASUS. Проведя большой анализ рынка выпущенных видеокарт, я остановился на выборе EVGA GeForce GTX 1080 FTW DT Gaming. Но из-за того, что просто их сейчас не сыскать в продаже, пришлось брать более дорогой вариант DVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming, у которой хороший разгон по чипу. Хотя разгонять видеокарту я хотел сам, к тому же на жидкостном охлаждении. Пару слов о комплектации. Опять же, возвращаясь к сравнению с видеокартами ASUS последних лет, это небо и земля. Откровенно, шелаковая комплектация видеокарты ASUS, которую теперь даже наклейку с брендом не гладут, меня добило по шарпанным жизнью диском с драйверами, который вообще противно было брать в руки. С комплектацией от EVGA все было наоборот. Кроме того, что она более богатая, так она еще и более качественная. В общем, я был приятно удивлен. Именно такого качества комплектация должна быть у премиумной видеокарты за 600 плюс баксов. Но на самом деле комплектация не важна. Важна сама видеокарта. И тут я был еще приятнее удивлен. Опять же сравнивая с ASUS Strix OC, который кожух радиатора выполнен из такого себе качества рифленой пластмассы. Качество исполнения у EVGA на голову выше. Кроме более сложного исполнения кожуха, в состав материала входит даже алюминий. Сравнивая внешний вид видеокарт ASUS Strix и EVGA FTW, предпочтение конечно же я отдам ASUS. Тут не поспорить, ASUS красивее. Но вот по качеству исполнения и материалам впереди EVGA. В общем, все в этой видеокарте говорит о качестве и вниманию к деталям, начиная с коробки и заканчивая самой видеокарты. Я рекомендую данную видеокарту к покупке, вы точно останетесь довольны. Субтитры создавал DimaTorzok